Достигнута договоренность о проведении топогеодезических изысканий по уровням и высотам плавней реки Анапка, а также проектированию работ по очистке дренажных каналов. Займутся этим специалисты Кубань-вод проекта. Накануне в администрации города-курорта прошла встреча с представителями этой проектной организации. Напомню, что в начале января из-за осадков возникла угроза подтопления ряда домовладений в станице Анапской и хуторе Чембурка. Был создан оперативный штаб под руководством Юрия Полякова. Проведены масштабные работы по расчистке русел рек. По поручению главы курорта специалисты приступили к детальному изучению паводковой обстановки и, самое главное, к выработке мер по предотвращению подобных ситуаций. Буквально вчера на общегородском планерном совещании Юрий Поляков одним из приоритетных направлений работы назвал расчистку водоотводных каналов на Пионерском проспекте. Сегодня мы находимся в таком положении, когда в любой момент она поможет опоплыть, и весь Пионерский проспект. Отводные каналы не просто засыпаны, а засыпаны конкретно. И дороги там поделали по этим отводным каналам. В воде уходить некуда. Сегодня она уходит в одном месте, только через речку Анапку. Все остальное никуда не уходит. Почему на них появились дороги? Почему они засыпаны? Почему в этих отводных каналах кто-то строит, там ФСКи складывают? Не зря же их строили там 30, 40, 50 лет назад эти каналы. Люди знали, что в случае подъема там воды, паводков каких-то, эти каналы работают как уводящие в воду. Их взяли засыпали, теперь все. Малейший дождь, непогода. Начинаем подплывать, начинаем подплывать. Заниматься этим, это приоритетное направление.